И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Да, это уже четвёртое и не последнее видео, которое я записываю в течение этой ночи. И говорить мы с вами будем о заявлениях в данном видео Константина Затулина, а также о неких процессах, так или иначе, связанных с этим самым заявлением. Константин Затулин ужасается политики Пашиняна в связи с заявлениями второго о том, что 102-я база, возможно, будет выведена с территории Армении. Вроде бы да. Россия теряет определённое влияние на Южном Кавказе, хотя не теряет его полностью. Ведь ни для кого не секрет, что отрезанные от Грузии Абхазия и Осетия включена в своеобразный военный пояс Российской Федерации. Не так ли? Поэтому я бы не сказал, что Россия что-то теряет. Поправьте меня, если я в чём-то ошибаюсь. Она теряет Армению, хотя она Армению потеряла очень давно, и Затулин молчал, когда происходили эти потери отхода Армении от России. Это и появление американского посольства ещё при Качаряне, усиление этого американского посольства и доведение его количества сотрудников до двух с половиной тысяч. Я уже об этом говорил, чуть ли не каждый тысячный гражданин Армении являлся работником американского посольства. Но это не считая фондов, других американских организаций, которые также в совокупности действовали на территории Армянской Республики, увеличивает численность представителей американских спецслужб. Поправьте меня, в кавычках, уважаемый Константин Затулин, что я в чём-то ошибаюсь. Можно вспомнить многочисленные участия Армении в НАТОвских учениях, 18 биолабораторий, всё ведь это, то что я перечислил, происходило в Армении ещё до Пашиняна. Пашинян был результатом этих действий и слепоты России. Приход Пашиняна. И молчание вас, Константин Затулин, об этих всех процессах. Вы не освещали, не ознакомливали российское общество со всеми этими аспектами. Вы даже критиковали тех, кто посмел в России говорить об этом, не давая им ознакомливать российское общество с антироссийскими процессами в Армянской Республике. Не так ли? Но вопрос в другом. А нужна ли 102-я база в Армении на данный момент? Зачем она там необходима? Угрозы со стороны Турции, как вы понимаете, наблюдаться не может, потому что интересы у России и Турции во многом совпадают, хотя бы в отношении поставок российского газа и нефти, и не только российского. Также Россия проделала громадную работу для того, чтобы закрепить сотрудничество между Россией и Турцией, устанавливая в Турции атомные электростанции. А это, можно сказать, сближение России и Турции не на один год. Опять-таки, поправьте, если я в чем-то заблуждаюсь. Также у России и Турции наблюдаются общие враги, в лице, в частности, байденовских Соединенных Штатов, а также Франции, которые, кстати, если говорить про вторую, имеется в виду Францию, усиливают свое влияние именно в Армении. Что не может радовать уж точно ни Россию, ни Турцию. Интересный вот нюанс. То есть, то вторая база сейчас, если и имеет какую-то роль, то только в противостоянии с усиливающейся влиянием Франции, но никак не Турции. Но для этого, по-моему, хватило бы для того, чтобы, скажем так, отразить усиление влияния Франции на территорию Армении тех спящих российских агентов в лице армянского генералитета. А также хватило бы российских, так называемых, таможенников, терапограничников, работников ФСБ, которые служат на границе Армении и Турции, а также имеются такие представители на границе Армении и Ирана. Неужели я ошибаюсь? Неужели для этого нужна 102-я база? Хочу напомнить Константину Затулину, о чем он помалкивает, о том, что ведь Россия может и вовсе решить эту проблему. Проблему с вопросами о пребывании российской базы в Армении. Напомнив армянским властям о том, на чьих землях находится данное государство. На землях, некогда принадлежавшие иранскому Азербайджану, роду Каджаров, со временем, после поражения в российско-иранской войне, эти земли были переданы в вечное пользование, включая эриванское ханство. Но Затулина об этом молчит. Продолжая наши с вами рассуждения на тему российско-армянских отношений, мы с вами переходим к следующей ссылке. Аждар Куртов. Россия прикладывает активное усилие к мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Те из вас, кто за это время прослушали тот видеоролик, который на данный момент не загружен, но утром он будет загружен одним из первых, в котором Кургинян говорит о участии именно представителей советских-российских спецслужб в построении армянского сепаратизма, поймут, почему Россия сейчас активизировалась именно в урегулировании данного процесса. Потому что она исправляет старые ошибки. Старые ошибки, которые сейчас необходимо для России исправить, чтобы не показывать себя столь воинствующей и агрессивной государством. Достаточно одних событий в Украине. Необходимо как-то это прикрыть неким миротворческим действием. И вот закрыть конфликт, в котором сама же Москва когда-то принимала активное участие в его разжигании, неплохой вариант. Сама же разожгла, сама же исправила. Об этом говорил Кургинян. Не мои слова. Но Аждар Рукуртову большое спасибо за то, что он правильно или неправильно, это можно относиться по-разному, еще в 2020 году выставлял свое заявление о необходимости активизирования России в данном направлении. Переходим дальше. Все эти процессы, в частности, процессы, связанные с Карабахом, ведь покидание российской армии уж точно дополнительно поставит точку в армянских политике по разжиганию сепаратистских движений на Южном Кавказе очень сильно пугает отдельных так называемых умников. В частности, так называемого президента, так называемого в кавычках Арцаха Самвела Шахраманяна. Кстати, Шах Шах уж точно никак не армянские корни в его фамилии заложены. Но не будем об этом. Вывод войск. Вывод войск. Вывод 102. Налаживание отношений России и Турции. Отсутствие необходимости нахождения 102-й базы на территории Армении. И, кстати, в отношении вывода 102-й базы. А зачем России 102-я база, если эти земли вновь станут областью России? А зачем нужна база? Там будут войска. Это так. Намек на кое-какие обстоятельства. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это на статью, которую написал Геворг Мирзаян. Армения верит обещаниям Запада, но кроме Москвы защищать ее некому. Интересно. Крайне интересное заявление. В самом даже названии. Давайте просто представим себе такой нюанс. Французы, вопреки тому, что Турция и Франция находятся в НАТОвском альянсе, захотят иметь некое военное присутствие на Южном Кавказе на территории Армении. Как вы считаете, какую реакцию это вызовет у Турции? Простой вопрос. И не приведет ли это к развалу НАТО? Не собирается ли Франция сделать такой обширнейший подарок России? Не решила ли Франция играть против НАТО? И кому это выгодно? Кому выгодно обрушение НАТО? Я неоднократно говорил и буду повторять эту мысль. Нынешний президент Америки Байден очень напоминает Горбачева. Помните, как при Горбачеве трещала экономика Советского Союза? То же самое наблюдается сейчас в Америке. Помните, как рухнул Каминтерн в лице Восточной Европы при Горбачеве? Сейчас Байден руками Франции практически разрушает НАТО. А если Франция доведет свою задумку до конца, то НАТО точно будет под вопросом. Странно. Байден хочет войти в историю Америки с таким же пятном, как и Горбачев? Видимо, да. То есть любой ценой насолить Трампу либо другому человеку, который придет на замену Байдена. Поставить его в крайне сложную ситуацию. Похоже. Но поживем, посмотрим, дорогие мои. Я, в общем-то, осветил те моменты в отношении заявления Затулина и последующих моментов, которые связаны напрямую с его заявлением. Поэтому я заканчиваю данное видео. В следующем видео мы с вами поговорим о заявлениях армянства, связанных с Сунгаидом. Все еще более интересно, чем кажется. Всем удачи! Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки либо дизлайки, делиться ссылками в соцсетях. А также в неочередной раз напоминаю, что под видео, кроме ссылок на статьи и видео, которые мы с вами рассматриваем, я, как и всегда, оставляю необходимые данные для финансовой поддержки канала вашего слуги, для его спонсирования, а также оставляю данные для связи со своими зрителями. Всем удачи, дорогие друзья! Да победит правда над ложью! Всем удачи! До свидания!